Мне говорят, а может быть мы сделаем другой вариант. В данном случае я хотел бы вам поредемонстрировать, что вы можете для себя использовать за недорого и получить качественный вариант. Но тут возникает вопрос. Давайте все-таки объясним то, что стоило недорого. В связи с тем, что у меня большое количество кошек, и эти кошки, к сожалению, стало еще меньше. Меня двух котов просто убили. Нехорошие товарищи, не люблю таких. Людей, естественно. Но, тем не менее, у меня есть коты мои. Я их пытаюсь кормить. Естественно, возникает вопрос, как можно было бы это сделать дешевле всего-либо. Возможно, это отдельные корма, но все нормальные корма, качественные корма, это не дешевое удовольствие, если честно. И, к сожалению, у меня один кот сидит на фелинфибуре респонс. То есть, по-другому ничего кушать не имеет права, и я попадаю реально на реальные деньги. Тут вопросов других не бывает. Но то, что я решил купить, и, в принципе, это было достаточно интересно. Сейчас покажу. Вот, я просто купил, кстати, не сильно дорогие в свое время-то и были, куриные шеи. Вы слышали, такие вещи иногда существуют? Только я не знаю, как вы эти шеи будете кушать. То есть, у меня возникает два дивных вопроса. Особенно, когда я смотрю, и мне продемонстрируют то, что куриные шейки – это хорошая тема. Но есть такое еще название, называется «ребра от свинюшков», которые затем коптятся. Я говорю, ребят, это же просто ребра. То есть, там нету мяса. Ну, практически, там просто одни ребра и вот немножечко прослойка жира. Мяса там практически не существует. Как это стоит? Такие деньги. Она должна стоить 0,10, потому что там нету никакого мяса. Ну, боже мой, вы зайдите и посмотрите. Это ребрышки стоят. За что там платить? За куски костей, что ли? А больше там не за что платить. То есть, я, может быть, я не знаю, может, вы умнее. Давайте поговорим про эти вещи. То есть, вот эти вещи для меня возникают проблемы. То бишь, я просто вот взял эти вещи. Взял, естественно, у меня замечательные есть скороварочки. Для того, чтобы я просто показываю, вот просто беру вот эти шеечки. Спокойненько я их разморозил. Слава тебе, такая возможность-то у меня сейчас дома есть. То есть, по сути событий, даже если мы их отварим, что вы будете кушать. То бишь, это из разряда того, что, в принципе, могут есть только животные наши. Правильно? Нам-то тут, по сути, кушать-то ничего не удастся, если честно. То бишь, вот я вот так просто положил сюда спокойненько. Вот, отморозив их, разморозив, естественно. Много не надо. Вот этого, в принципе, хватает моим троим животным, чтобы покушать несколько дней. Все, просто взял спокойненько. Немного воды добавил я сюда. Совсем немножко. Это должно быть видно. Ну, да и ладно, что я немножко перемещаюсь. Ну, вот. Не сильно так и много. Вот так вот, примерно. Вот, примерно. Вот, вы должны понимать, что это не сильно много. И ставлю вот сюда, включаю. И пускай они нагреваются и потом кипят. А для того, чтобы они сильно не выкипели, я их немножко закрою, естественно. После всего этого дела, час и через час я их воткну в свою замечательную мясорубочку. Перемолю их, естественно. И отдам своим животным немножко остывнув. Потому что они не могут их есть в состоянии, в котором они греются, естественно. Но, по сути событий, эти шейки стоили всегда, грубо говоря, там 49, ну, боже, будем говорить, будем 59 рублей. По сути, они никому не нужны были. И вдруг внезапно они начинают взлетать в сумму 89 рублей. Вах! То есть, это я вам когда говорю, я все прекрасно понимаю, что у нас некоторые проблемы с Украиной, естественно. Но вот с чего бы это, что ценники с 58 рублей резко вздернулись, должны посчитать и по деньгам понять. То есть, это не 10, не 15, не 20, не 25. Это практически в два раза. 89 рублей. Ну, грубо говоря, бы еще немножко и уже бы 109 рублей было бы. Это для чего? Это где? Это вот, наверное, необходимо сразу туда отправить. Письмецо то. То бишь, как бы вам сказать то. Но вы должны понимать. Вы реально меня смотрите. Я всем людям показываю, что как бы, ну, приговор мне уже давным-давно подписан. И благодаря Господу Богу нашему я только живу, поверьте мне. Я молюсь и так дальше должно быть и раньше. И я использую все те данные, которые он мне выдает. Это очень хорошо, кстати. Всегда надо молиться Господу Богу. И живу, естественно. То есть, я не совсем понимаю. То есть, давайте все-таки определимся и продемонстрируем вам факт, что первостепенно влетает кто? Первостепенно влетает телевидение. То есть, у телевидения нет денег. Вообще, практически сегодня, сейчас. Потому что у людей бзики в голове. Других вариантов не существует. То есть, они забывают, что, ну, те самые пять мега-компаний, которые реально круче всех. Ну, может быть, кто-то из вас стал, типа, таким же навороченным, как Макдональдс. Может быть, кто-то также продает крылышки, как KFC. Может быть, кто-то гамбургер продает, как Бигбургер. Ну, может быть, вы сами стали еще более крутыми. И вы продаете чипсы Лейсы вместе с Пепси-Колой. Или, может быть, вы еще стали более навороченными. И, типа, Кока-Кола это у вас просто рядышком не стоит. Так вот, эти все три мега-корпорации, они используют только телевидение. Естественно. Там есть еще другие корпорации из американских вещей, которые просто, ну, работают и показывают вам качественно другой вариант. Но у народа бзики, 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 бзики. И для чего эти бзики возникают? Другой вопрос, да? То бишь, давайте определимся с отдельной составляющей. Вот, сейчас продемонстрирую. Залажу к себе замечательный мой холодильничек. О! О! Ну, из той же оперы, да? Ну, из той же оперы. Я не совсем понимаю. Ну, слава тебе, Господи, пока еще, пока еще то, что я сейчас покупаю, оно как бы еще стоит 56, там, с небольшим рублей. То есть, я беру заднее копытце и рулечка задняя. Ну, вот она вот так вот берется спокойненько, да? Сейчас я немножко сполосну. Вот. То есть, вам это должно быть понятно, да? То есть, я беру товар стоимостью, ну, грубо говоря, 59 рублей. Я бы... Кстати, это можно сегодня сделать. То есть, я также добавлю это дело в скороварку. Проварю 3 часа. То бишь, я потом удалю, естественно, отсюда все косточки. И уже можно будет из вот этого, вот этого мяса сделать, ну, желированное, такая обособленное, есть очень вкусное. И вы даже не понимаете, когда вы это дело вкушаете. Это делается из свинины, желе. Ну, не желе, заливное такое, понимаете? Туда просто можно добавить еще и то, что подзадержит измывание воды. Желатин, естественно. И тогда вот из этого, вот ровно из этого вы получите то, за что вы тратите. Вот представляете, сколько это стоит? Это грубо стоит 59 рублей. Я из 3 часов сделаю вам то, за что вы реально идете и платите 350, а может быть 400 рублей. Не верите? Зря, кстати. Проверьте. То есть, мы вот аккуратненько все это дело подрезаем. Вот, все. Добавляем водички, качественные, замечательные, чуть-чуть больше. Пускай она пока загривается. И также поставим в скороварку и пускай она пыхтит, 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 пыхтит и получает удовольствие. То есть, я вам уже немножко продемонстрировал, как вы можете, не тратя деньги, своими руками кушать и готовить то, за что вы тратите и получаете неизвестно какой-то результат. По одной простой причине. Шейки это быстро, сегодня, сейчас там нету никакой химии вообще. Ну и даже не солю, понимаете? То есть, вот это идеальный вариант. И он, естественно, дешевле того, что я покупаю. Естественно, вы можете желе сделать вообще никаких проблем свеженькое, свое, личное. Ценой этого вопроса 59 рублей. Но итог будет, естественно, я вам говорю, какой. Потому что рано или поздно все это дело разбирается, растягивается и получается в аромат. Мало того, естественно, это рульки. И эти рульки у нас работают только для вас. То бишь, а вот теперь другой вопрос у нас возникает. То есть, я продемонстрировал, как это вы можете сделать легко и просто. Все. Покойненько, включаем и понеслась душа в рай. Ну, выключу пока еще. Уже потом. Теперь у меня возникает другой вопрос. Раз мы уже взяли свинюшков наших красивых, ровных и ненаглядных. Да, кстати, о птичках. Вы понимаете, да? То бишь, из 59 рублей вы получаете, грубо говоря, 400 рублей. Своими силами делающими. А теперь вот, когда мы заходим в наши замечательные местечки, в которых нам предлагают шашлык. И везде и всюду нам втирают, ну, нам втирают, что это вся фермерская свинина, да-да-да, домашняя. Прямо из деревни. Ну, прямо из деревни. Давайте все-таки вместе с вами мы это дело посчитаем. Ну, примерно, грубо говоря. То есть, город Магнитогорск. Ну, население это примерно 430 тысяч человек. Сколько он может съедать свиней за день? Я не буду говорить о многом. Я говорю, что, ну, примерно, там, 50 или 100 свиней он съедает за день. Весь город. Представляете? Сколько? Вопрос. А вы где-то видели рядышком с городом Магнитогорском свинарники, свинофермы? Я что-то не видел. Даже коровников-то уже практически нигде и нет. То есть, что мы кушаем, это где и для чего и как вопрос. То бишь, это за один день. Ну, грубо перемножив, получается, на 30. То есть, грубо говоря, получается, что 50 или 100 умножить на 30, получается, ну, где-то 50, если умножить на 30, то есть полторы тысячи свиней или три тысячи свиней, три тысячи свиней мы съедаем за месяц. Ну, я что-то не въезжаю. Вы посмотрите внимательно, так ли это на самом деле? Это за месяц. Ну, умножим на 12 и понимаем, что как бы Магнитогорск очень много ест свинины, как таковое. А где это все дело выращивается? Естественно, выращивается эта вся структура, вся эта свинина выращивается на фермах. То есть, и в 99% случаев, в 99% случаев, потому что я видел, как к нам привозят домашнюю свинину, причем моего возраста, может быть, чуть-чуть постарше, чем я как таковой. То есть, люди приезжают на таких интересных машинах, на которых я, естественно, купить себе не могу. То есть, и они нам продают эту же свинину по 230 рублей. Примерно по этой же цене, ну, может быть, чуть-чуть подороже, может быть, там, 250. Может быть, это 300, это топ, это топ. В любой магазин зайдите и посмотрите, что свинина без костей стоит максимум 300 рублей. В городе Магнитогорске. Может быть, у вас что-то по-другому, но примерно. То есть, и когда вам по ушам втирают, что мы покупаем у фермеров это мясо за 430 рублей, ну, я не знаю, вы посмотрите на них и посмеетесь. Скажите, что человек мне так и рассказал, что, ну, это бред, сивы кобылы. То бишь, я бы вам продемонстрировал, как я готовлю шашлык. А с другой стороны, вы можете в YouTube это все дело посмотреть и все это дело начинаете вы понимать. То бишь, мы берем кусок без мяса, грубо говоря, оценивая его, ну, в 250 рублей. Из этого куска мяса на килограмм я вам приготовлю, грубо говоря, ну, 4 шашлыка нормальных, красивых, ровных. И получается, что шашлык первоначальной стоимостью 100 рублей, первоначальной стоимостью, понимаете, оно даже не мочится, ничего не делается. Вот поперчили только и все. И вот ваш типа шашлык. За какую сумму он вам влетает. То бишь, шашлык стоимостью, допустим, 100 рублей, вам влетает в стоимость 330 рублей. Давайте определимся, это что за ценники? Это какие ценники вам внедряют все шашлычные города Магнитогорска? Ну, в 2, то есть в 100 раз, это, грубо говоря, 200 рублей. 300 это во сколько? Еще? Ну, ребятки, вы там, у вас все там с головой, все реально в порядке. То есть я прекрасно понимаю, что чем Америка интереснее, тем, что когда вы заходите, во-первых, я был там в Америке, уж поверьте мне, я ел там тамошнюю еду. Ну, если честно, в России я такого количества еды вообще нигде не видел. Единственное, когда я могу нормально покушать, это еще бабушка мне, в свое время так она возрастила меня, что в меня внедряется, допустим, 80 пельменей. Я это могу кушать, никаких проблем нет, поверьте, я могу это съесть. Так, я единственное, где нормально питаюсь, только на all-inclusive. Вот там, да, там все хорошо и ровно, вот там красиво, а здесь таких вещей не существует в природе. И самое забавное, что там максимальная наценка 25%, она присутствует везде. Ну, некоторые товарищи там бывают, но, как правило, нет. Сколько у нас внедряют, это космос, это реальный космос. Я сколько людям объясняю, ребят, да ваш шашлык, ну, сделайте его тупо 100%, ну, тогда, может быть, мы вытащим вас из кухонь ваших в рестораны, тогда ценнику опустятся в два раза и все, пошли в любое место. Ну, вы что, мы же докруче всех. И поэтому, если у вас начинает начальство этого типа заведения рассказывать сказки, вы просто посмейтесь и еще раз объясняете, объясните, потому что вы это дело видели, что это у вас бройлерная свинина. Что касаемо бройлерной свинины, она бывает разная, поверьте мне. Сейчас кое-что объясню. То бишь, если вы решили завести свой курятник, то он у вас отработает через год. Если вы завели свой свинарник, он отобьется через два. Единственное, что вам просто не нужно будет есть печеночку, потому что что печенка от курицы, которая бройлерная, что печенка от свиней, которая бройлерная, она вся пропитана антибиотиками, естественно. Как же так-то? Я бы никогда не рекомендовал вам есть печеночку, не надо этого делать. Печень говядины покупайте, потому что говядина то, что она да, она же гуляет, естественно. И поэтому она, хотя почему ценники такие, что-то я тоже не въезжаю, о чем идет речь. Ну да ладно, то бишь, я вам говорю, невзирая на бройлерность, то бишь, это можно кушать. Но не кушайте печеночку, потому что там все, тогда приезжаете. То есть во всех остальных тканях она, конечно, наберет антибиотики, но не в том количестве, естественно. То есть можно есть спокойненько, не проблема. Теперь почему я про это дело говорю, почему я вам продемонстрировал то, из чего делается, естественно, желированная колбаса. Не желированная, это желированная, а да, желированная колбаса, она и есть желированная колбаса. То бишь, вся свинина улетает по самой кривее помидоры. Да-да-да-да-да-да. И я не думаю, что такое тоже может быть возможно, когда люди посмотрят этот сюжет и скажут, Леха, а че ты такие дешевенькие, давайте мы ножки и рулечки маленькие, у него что негодно, естественно, в ценник внедряем в два раза больше. Такое тоже возможно. Еще раз говорю, мы вернемся на круги своя. Я про шейки вам сегодня уже рассказал, да, то есть ценники ого-го какие пошли. А вот, то есть не дай-то бог это возможно, но если это случится, и вот когда мы говорим о самой теме, первоначально, конечно, страдает телевидение. Если телевидение залетело по самой кривой помидоры, все дальше так же закатится, естественно. И когда мне говорят, Леша, а ты что в этой жизни не делал? Поверьте мне, я делал все. Я выращивал и курицу, я выращивал и гусей, я выращивал и уток, я выращивал и свиней. А вы не думаете? Да, дорогие мои, мне это пришлось пройти. И мы сейчас обратно как раз туда и закатываемся. Ну, мне-то, честно говоря, не хотелось бы. Мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы мы росли выше, а не вниз, понимаете? Ну, как-то мне вот это не нравится, естественно. Может, это кому-то нравится? Но нет. Теперь о других вещах. О других вещах. Дело в чем заключается? Ну, как бы вам сказать, что жизнь у меня была весьма интересная, да? Весьма интересная. И самое забавное, что мы сейчас живем в атмосфере злобности, понимаете? То бишь, сколько я работаю на телевидении? На телевидении я работаю 27 лет. Ну, понятное дело, да? То есть я не могу смотреть вот эти все новостные сюжеты. Это какой-то, ну, я не понимаю, как может человек пытаться накернить работника телевидения, который этим телевидением и занимается. Проезжание по ушам – это да. Я не проезжаю по ушам, я с вами общаюсь. Ну, в связи с тем, что вы должны понимать о количестве мозгов. Количество мозгов у меня тут не самое большое и крутое. По одной простой причине, после того, как мне сделали операцию, то есть часть вот этого мозга, вот с этой стороны, убрали. То есть там нету ничего, это просто коробочка такая, типа, что она есть. Естественно, я получаю пенсию, да. Ну, и слава тебе, Господи, и еще живем. Но пенсия тоже у нас какая-то очень сложная. То бишь, все-таки мы определимся к некоторым смысловым понятиям нашей жизни. То есть мы живем в очень тяжелых условиях. Зима минус 40, лето плюс 40. Неплохо-то погода так прыгает, да? Я не противник, зима минус 40, но на зиму минус 40 это отдельная форма одежды и все остальное. И вот это жесткое колебание температуры, это к чему? Приводит к тому, что мы, естественно, быстро-быстро стареем. И при чем тут возраст 65 лет? Вы там, где у вас с головой-то все в порядке или нет? Ну, это отдельная тема. Вот. Теперь мы возвращаемся к тому, что мы стали злыми. То бишь, у меня ситуация возникла достаточно обыкновенная, если мы будем говорить про нашу жизненную составляющую, да? То есть папа меня бросил, грубо говоря, в 4 года. Понимаете, да? Я по большей части общался и жил с бабушкой своей. И вот недавно-недавно, потому что, вы видите, дедушка по папиной линии, как и бабушка по папиной линии, не жили в Магнитогорске. Они жили в Среднеуральске. И мне бы, я был, естественно, в похоронах, но давайте определимся с тем самым временем, да? Когда я работал со своей бабушкиной по папиной линии. И сколько я ее вообще знаю. То есть, если все это дело собрать вместе, то максимальное количество времени, которое я жил с бабушкиной по папиной линии, это было полгода. Дедушку я видел максимум, если все собрать вместе, максимум месяца. И дело в том, что заключилось... Папа мой был, естественно, не первым ребенком, он был последним, двенадцатым. То есть, вы должны понимать, сколько там должно быть моих родственников. Я попросил, говорю, ребят, может быть, вы меня покажете, потому что, ну, вы понимаете, да, сколько я с ней жил. То есть, это не было постоянно. И мне сказали, что как бы, ну... А ты иди, найди, где она была похоронена и сделай. Я говорю, пацаны. Я говорю, ну, наверное, да. Вы, наверное, правы. Но давайте возникает вопрос. Кто сколько жил с бабушкой? То есть, на протяжении всей моей жизни я со своей бабушкиной по папиной линии жил полгода. С дедом месяц. Ну, вы должны понимать, что есть другие люди, которые жили гораздо больше с ними по физическим вопросам. Наверняка, они там, живущие в Екатеринбурге, живущие в Среднеуральске, должны каким-то большим образом хотя бы помнить нашу бытность, нашу историю. Ну, это отдельная тема. Потом, когда мне начинают даже по ушам проезжать, что, типа, Алексей, почему у тебя большое количество автомобилей? Я еще раз объясняю, почему у меня большое количество автомобилей? Ну, как бы он немножко... То есть, история моя, как работника телевидения, началась с чего? Ну, с чего она началась? 22 года назад, 22 года назад, скоро будет 1 октября, 23-й год как, пойдет в эфире программа «Автостопа». О! Ну, я с машинами вообще с самого раннего детства, если честно. То есть, я прекрасно точно знаю, что сегодня, сейчас нормальных автомобилей в природе вы не сможете себе найти. Ну, этого не получается, естественно. И когда мне говорят, ты продай все свои машины и возьми что-то новое, одно, я им говорю, ребятки, вы, наверное, а об чем думаете то? Об чем вы думаете? То есть, вы с кем беседуете? Я вам серьезно говорю, последние настоящие машины, качественные машины, они закончились в 1998 году, когда последний 140-й Мерседес закончил свою эксплуатацию. На 140-м кузове, естественно. Тут кабанчик такой. Все остальное гниет, ржавеет. И это даже не те машины, как таковые. К слову о том, что Мерседес никогда не был в топе. В топе были другие машинки, 15 моделей. Да, они есть. Но не все они есть у меня, естественно. Но я выбираю машины, которые пункт номер один. У меня есть 600-й Мерседес, не надо мне сказки рассказывать. Есть, есть. Понты мои именно на нем и закончились. Я его, естественно, снял с учета, потому что платежка за транспорт и налог 62 тысячи рублей, это как-то немножко начинает сложновато людям становиться. Мы раньше, когда у нас был Сумин, когда за этот Мерседес платил 19 тысяч рублей, это было нормально. Потом появился у нас один знойный гнусник, который нас приравнял к Москве. Я говорю, а с чего? Москва это немножко другой город, у него с деньгами немножко так чуть-чуть по-другому. Хотя с другой стороны Магнитогорская татара, самая Москва. И по коррупции, по всем составляющим это вот те же самые яйца. Ну, как? Ну, два года я заплатил, потом, естественно, снял с учета, вот и все. То есть я, естественно, его доведу дома. Вообще, как бы, сама ситуация в чем заключается? То есть я покупаю старые машины, делаю из них красоту и продаю их по нормальной цене, ну, раз так в три или в четыре дороже. Это бизнес, мой бизнес. И когда мне, он пытается меня научить, меня, то есть человека, который с автомобилями живет и знает, что ты продай свою машину, купи новое говно, ну, я не знаю, вы на этом говне сами катаетесь. Берите себе настоящее новое говно. Платите за него 6 миллионов рублей. Нет, нет, 6 многовато, ну, хорошо. Платите за него 3 миллиона рублей. Ну, это я имею в виду те машины, которые, ну, типа, такие уже красивые, там, типа, Volkswagen, Fassade, там, типа, ну, бумеры чуть подороже, естественно, влетают. Вот, это 3 миллиона рублей. За 3 миллиона рублей, вы понимаете, что за 3 миллиона рублей, ну, я не знаю, я бы себе купил бы 3 однокомнатные квартиры. Спокойненько бы их сдавал, уехал куда-нибудь на юга. А может быть, куда-нибудь подальше, где, в принципе, сумма в 500 долларов вам позволяет очень шикарно жить. Я знаю таких местах, поверьте мне, они есть. Я знаю. Поверьте мне, я знаю. То есть, когда мне говорят про понты, понты уже давным-давно закончились. К слову о том, из моего детства, да, люблю это детство, естественно, потому что он был при... аж плакать хочется. То есть, я все это дело ощутил. Я помню качественный коммунизм, к которому мы стремились. А потом, куда все это дело завалилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но мы пытаемся собрать, но прежде чем что-то сделать, мне бы, конечно, хотелось, чтобы народ приехал в Россию и сказал бы оба-на. А тут и зарплата нормальная, оба-на. А тут и пенсия нормальная, оба-на. А тут и медицина от винта, оба-на. А тут и детишки у нас просто вот вышел на улицу, и у них все хорошо и красиво. Оба-на. А зачем вам двери на каждую квартиру из стали? Одним ключом можно было бы три квартиры открывать. А не получается? Вот не получается. Ну да ладно, из той же истории вопросы. Чем мне нравилась моя школа, естественно, и чем она мне перестала нравиться в тот момент, когда я учился, да, были вопросы, были сложные вопросы, но как я благодарен некоторым моим и качественным учителям. Учитель физики, учитель химии, это были идеальные варианты, одна уже, к сожалению, на том свете, учителю физики, это туда ушла, к сожалению, учитель химии, слава тебе Господи, что живет. Я не знаю, что касаемо моего военрука Юрий Иванович, как мой папа, примерно. Так вот, он меня с моим товарищем из детства научил и мы вместе с моим товарищем из детства стали меткими стрелками. А вот я кое-чем еще о другом расскажу. То есть вы мне не рассказываете, что из 50 нельзя было 48. Я это делал, естественно. Теперь мне никто не будет говорить, что я не занимался и не занимаюсь охотой, естественной охотой. Так вот, была такая ситуация, у меня было всего 15 патронов и из 15 патронов я уложил 14 зайцев. Но если это у вас получится, то давайте. А если не получится? Да, сейчас у меня есть оружие, естественно. И в скором времени я, естественно, куплю нарезанное. Я уже имею право, то есть уже пять лет-то прошло, естественно, возьму, потому что, конечно, мелкашка, это то, что доктор прописал. Красивая, ровная, стреляет просто изумительно, лопит хорошо, красивая, ровная. То есть вот мы о чем будем говорить. То есть я вам продемонстрировал, что из обыкновенного такого же человека, которого реально кацанули после того, как он целый год решил становиться пилотом, потому что не хватило двух сантиметров веса и трех килограмм роста. Или наоборот, не помню. Это ладно. Не в том суть событий. И все, и меня колбасанули. А потом уже, потом уже, ну, я научился снимать и работать. Естественно, я работаю только для вас. И вам объясняю всю нашу жизнь. Потому что наверняка у вас такие же возникают проблемы. К слову о том, что я стараюсь для своего ребенка, чтобы он на мои косяки, на мои тараканы, которых у меня очень много в моей жизни, не наступало. Естественно, у него будут свои тараканы, но чтобы на мои не наступало, вот это я пытаюсь для него донести. И поэтому, общаясь со мной, смотря мои сюжеты, вы вместе со мной попытаетесь сделать немножко другие вещи. У нас у первого и у каждого мы наступаем на грабли. Если мы будем вместе ходить и на грабли не наступать, то в некотором смысле жизнь станет гораздо более интереснее. Как я вам сегодня показал, да? То есть я вам сегодня продемонстрировал хорошие факторы, которые вы можете использовать. так что пользуйтесь и работайте для себя и для своих людей и для своих детей в том числе. в том числе.